Три зала и более 140 картин. В музее Радищева открылась выставка Анатолия Зверева. Саратовцам предоставилась уникальная возможность. Практически все картины экспонируются впервые. В наш город привезли три частные коллекции. Продолжатель идеи русского авангарда в плане новаторства, в плане образа жизни. Если бы он сегодня жил, то, наверное, его назвали бы модным словом перформатор. Анатолий Зверев уникальный мастер. Без художественного образования, из московского училища он был отчислен за анархизм и зачастую без кисти и красок. Зверев автор более 30 тысяч картин. Сам художник считал передать цвет или выразить настроение, можно горстью земли или кусочком моркови. Пабло Пикассо, восхищаясь талантом и неординарностью автора, называл его лучшим русским рисовальщиком. Оригинальной была и техника исполнения Зверева. К примеру, мастер никогда не пользовался палитрой. Ее заменял металлический тазик с водой. Макая туда по очередной кисти, Зверев размачивал ими как барабанными палочками. Самое удивительное, что через несколько минут хаотичные брызги и линии превращались в рисунок. Художник работал в разных жанрах и направлениях, но больше всего ему нравилось рисовать портреты, особенно женские. Кстати, о женщинах. Музой художника была Оксана Асеева. В этом зале представлены самые любимые работы автора. 20 портретов Оксаны мастер сохранил в отдельной папке с подписью «Отобрано Зверевым. 1969 год». Это была платоническая любовь, когда они познакомились. Асеевой был уже 76, в то время как Звереву только 37. Но маэстро видел в ней всегда молодую девушку. О том, что Зверев писал стихи, знают немногие. Его литературные наследия до сих пор не оценили. Целые чемоданы четверостишей пылятся в архивах. Хотя сам автор всегда говорил, что в первую очередь он поэт, а уже потом художник. Ксения Перекосова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Ксения Перекосова, Алексей Чудин. Новости.